Можете выбрасывать свои старые гаджеты. Компания Apple презентовала новую продукцию iPhone, iPad и умные часы. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в виртуальном режиме. Какие новинки ждут покупатели, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Фанаты Apple дождались презентации от компании. Ведущий американский производитель электроники представил новые модели своих самых популярных продуктов. Но, как всегда, самым ожидаемым из них можно считать серию смартфонов, которые представлены в четырех моделях. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 и его уменьшенный вариант iPhone 13 Mini. Компания Apple, как всегда, безусловно, сделали отличный продукт. Лично мое мнение, iPhone является лучшим смартфоном на рынке. Это благодаря тому, что Apple создали единую экосистему, в которую входят все устройства, поддерживают свои устройства. У них замечательная операционная система. Выпускаемая серия продуктов от Apple для обычного пользователя мало чем отличается от предыдущей серии. В прошлых сериях и так всего было достаточно. Производительность также была высокой. В этом году это достаточно такой спорный момент насчет того, что менять ли существующий девайс, например, 12 iPhone на 13. То есть это дело уже каждого пользователя в зависимости от целей, которые он хочет достичь. Покупателям интересно не только качество, но и цена продукции. К примеру, в США цены на iPhone начинаются от 699 долларов. В российских рублях это около 60 тысяч рублей. В зависимости от модели. В России они уже будут стоить не 60 тысяч, а почти 70. Во-первых, это зависит от налогов. Во-вторых, естественно, цены на каждом рынке устанавливаются в зависимости от конкретной маркетинговой стратегии продавца или производителя. Факторы есть разные, и цены действительно в разных странах на одни и те же товары формируются очень сильно по-разному. На официальном сайте Apple указано, что предзаказ новых гаджетов начнется с 22 сентября, а в продажу они поступят с 24. Энджимин Небаева, Универньюз.